Одним из кандидатов на вакантное место в Верховном Сюде США стало меньше. Вероятно, и номинант республиканец, о котором мы сообщали накануне, сам отклонил еще не сделанное предложение о смене работы. Валерий Кипелов продолжит. Отказался, не выслушав предложение. Губернатор штата Невада, член республиканской партии Брайан Сандовалл, опередил возможное предложение о новой работе. Буквально накануне в прессе появились сообщения, что Барак Обама в числе кандидатов на вакантное место в Верховном Суде рассматривает Сандовалла. Спустя сутки на сайте невадского губернатора появился вполне однозначный ответ на пока еще не поставленный вопрос. Ранее сегодня я уведомил Белый дом о том, что не желаю, чтобы меня рассматривали как возможного номинанта на вакансию в Верховном Суде США. Также я переговорил с сенатором Ридом, Хелером и Макконнеллом и сообщил им об этом нежелании. Для меня большая честь, что меня сочли подходящим кандидатом на место высшей судебной инстанции страны. И я испытываю чрезвычайную благодарность за то, что был упомянут в данном контексте. Причин губернатор указывать, по крайней мере, пока не стал. Упомянутый в его заявлении сенатор из Невады Гарри Рид ранее выступал в поддержку вероятной кандидатуры Сандо Вала и заодно очень резко высказывался в адрес его однопартийцев. По мнению Рида, открытое нежелание даже обсуждать номинантов в Верховный Суд при президенте Обаме — это откровенный саботаж федерального правительства, абструкционизм и безответственное отношение к Конституции США. Освободившееся после смерти Антони на Скале и место в Верховном Суде наделало много шума в Вашингтоне и в стране в целом. Скале был одним из самых консервативных судей, и теперь, если Обаме удастся провести через Сенат либерал или хотя бы центриста, баланс в высшей судебной инстанции сдвинется в сторону более прогрессивной философии. Америка полевеет. Президент уже четко дал понять, что сделает свою работу и в срок номинирует достойного кандидата. В свою очередь контролирующий Сенат республиканцы продолжают настаивать на том, что не станут даже рассматривать любого из возможных протеже Обамы.